доброе утро друзьям в казахстане власти решили заняться блогерами частности начали интересоваться их доходами специально сми начинают нагнетать атмосферу в этом вопросе например тенгри news вышел материал о том сколько зарабатывают блогеры якобы за stories они получают от полумиллиона тенге за рилс от полутора миллионов тенге а видео пост стоит и вовсе 6 миллионов тенге причем эти блогеры безымянны их даже никто не знает и многие комментаторы говорят что это за люди можно сказать что на самом деле конечно есть такие расценки например популярный автор ютубер ну и инстадива динара саджан она за час программы в ютубе получает три с половиной миллиона тенге но это действительно мега звезда она популярна и так далее и так зачем же власти начали гонение на блогеров есть две причины якобы они хотят пополнить бюджет и вторая причина все-таки они хотят заткнуть блогеров почему потому что блогеры часто на самом деле независимые многие темы поднимают острые которые никогда не поднимет тот же тенгри news или хабар только вот что я хотел сказать властям если вы решили действительно пополнить бюджет есть по крайней мере три источника которые помогут гораздо более эффективно пополнить бюджет и на гораздо большую сумму во первых чиновникам надо начать себя почему потому что по данным высшей аудиторской палаты за несколько лет просто впустую было потрачено 8 триллионов тенге представляете себе 8 триллионов это для сравнения 4000 современных школ в пустую почему потому что из этой суммы буквально несколько процентов были потрачены эффективно остальные просто как ушли вода в песок причем это данные не откуда-то взяты а данные от высшей аудиторской палаты как я уже говорил выше второй момент это бесхозные депозиты как вы знаете очень много людей в казахстане в том числе одинокие их не стало они ушли в мир иной эти депозиты в банках лежат и копятся помните как фильме подобный так и здесь то есть наследники могут либо отсутствовать либо они могут даже не знать о том что такие вот деньги хранятся на счетах их родных и получается эти деньги лежат мертвым грузом вот и третий момент это благотворительные организации да да все привыкли думать что благотворительные организации это такие люди очень добрые которые заботятся ну наверное так и есть где-то добрые где-то и так далее но бывает такое что это только на публику в социальных сетях добрые и так далее а по факту бывает что через благотворительные организации перегоняют огромное количество денег и я часто общаюсь с разными клиентами в том числе со страховщиками и они говорят о такой тенденции что в казахстане действительно есть во первых немало одиноких людей а во вторых которые ну сразу пишут завещание что оставляю например свое имущество свои там средства благотворительным организациям во вторых есть люди которые как американцы не хотят оставлять свое имущество и деньги детям почему потому что они правильно принципе считают что деньги испортят детям жизнь и у детей не будет никакого стимула стремиться чему-то развиваться и так далее поэтому они сразу говорят деньги имущество оставляя благотворительные организации вот здесь фискалам властям нужно как раз и смотреть там на самом деле крутится гораздо большие суммы чем блогеры которые даже вот с учетом таких фантастических расценок которые приводят сми получают деньги 500 тысяч там миллион полтора миллиона либо сравните триллионы или вот то что я говорю банковские депозиты и имущество которое переводит на благотворительные организации еще раз хочу напомнить что вот такие репортажи в ютубе у меня стоит в три с половиной миллиона раз меньше чем у той же динары саджан репортажи на ютубе и в риос фейсбуке я снимаю за 0 тенге по остальным социальным сетям посты начинаются от 20 тысяч тенге всем отличной среды